Добрый вечер, в эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Буквально несколько дней назад был назначен в Красноярске новый руководитель Центра питания. И это Алексей Фраграмцов, который сегодня в нашей студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Алексей Владимирович, после того скандала, который случился с заражением школьников опасной болезнью и эрсениозом, сменился руководитель Центра питания. И все теперь наблюдают к вам пристальное внимание. Как вы сами оцениваете ситуацию и предстоящие задачи? Это расстрельная должность? Ну, расстрель, наверное, так бы не говорил. Сложная задача, сложный, короткий период. Нужно проблему решать. А вы долго думали, прежде чем согласиться? Да. Это такое непростое решение, учитывая, что я понимаю, что это такое сегодня, как это все строится, какие задачи. И тем более, то, что столкнулись с... Что стало определяющим фактором? Интересная работа, прежде всего. Интересная работа и с такими серьезными задачами, которые нужно решить в кратчайшие сроки. Нашим зрителям напомню, что для красноярцев Алексей Хромцов человек далеко не новый. Буквально примерно 10 лет назад, да, возглавляли... С 12 по 15 год. С 12 по 15 год, да. Управление образования Красноярской был главой района и был директором школы, что тоже в данной ситуации немаловажно. Кстати, как вот, когда вы работали директором школы, вы же не понаслышке знаете эту проблему. Как в вашей школе решалась ситуация с питанием? Какие были проблемы, вопросы? Это была одна из самых больших бедных проблем. Это 2000 год. Я директор школы. Еще не совсем стали, как говорится, с колен. Это было очень сложно. И были жалобы, и были проверки санкопеданодзора, и много чего было страшного и не страшного. Но был коллектив в столовой, ответственные работники были, и ответственные учителя. Поэтому у нас, в принципе, вот за время моей работы какие-то серьезные прошествия в этом направлении не было. То есть пищу готовили прямо в школе? Да. Ну, просто, видите, случилось так, что была одна страна, потом стала другая страна, и многие связи были разрушены. И каждая школа выходила из этой ситуации по-своему. Мы вышли так, что была столовая, большая столовая, большая школа. Был полностью комплект всех помещений, которые для этого нужны, и оборудование. Это нам повезло. Ну, вы знаете, вот ваш предшественник Брусников, когда уволился, написал пост, где прямо говорил, что мы пытались создать, но нам мешали. Какие непреодолимые препятствия есть для того, чтобы нормально организовать детям питание? Разве это не приоритетная задача для государства? Нет, задача приоритетная, но поймите, мы с какими проблемами сталкиваемся? Во-первых, в городе Красноярске очень много типов школ. Школы отличаются на 100 лет. У нас есть школы, которые по 100 лет, а которые год сегодня всего. Они разные по конструктиву, они разные по наполняемости, они разные по доступности с точки зрения логистики. Поэтому проблема такая, она вот так вот не решается, как говорится. Здесь очень много сложностей, которые мешают это все решить однотипно. Однотипных решений не будет. Смотрите, вот вы говорите, вы когда работали, еду готовили прямо в школе. Сейчас тоже есть такие школы, их уже небольшое количество. Преимущество. В чем преимущество вот этой централизованной системы организации питания? Вот то, что случилось с заболеваемостью, да, в принципе... В чем преимущество, в том и риски, я так понимаю. Да, и в том и риски, правильно говорите. Либо здесь, как бы, здесь велика цена ошибки, и в то же время есть возможность контролировать. Поэтому нельзя говорить, что вот точно та хороша, а та плоха. Там и там есть частский фактор, там и там есть свои риски, есть свои ошибки, конечно. Но вы какие-то уже первые управленческие решения приняли на новом посту? Ну, к сожалению, органы надзора пока не позволяют полностью покунуться в работу, потому что больше связано там с опросами, допросами и с этим происшествием. Ну, а если более серьезно, конечно, сейчас там мы и документы поднимаем, и сегодня есть поручения и от администрации по поводу паспортизации школьных столов, чтобы мы до конца понимали, что там происходит, куда нужно двигаться. Готовим уже новую документацию на будущий год, смотрим договоры, которые с вами заключены. Такая текущая серьезная работа с нашим небольшим коллективом. Ну, смотрите, сейчас трех поставщиков отстранили от выполнения своих обязанностей. Я так понимаю, что эти компании в свое время выиграли тендер, все. Как сейчас вот в этот переход... Нет, нет, стоп, стоп, Ольга. Отстранили поставщиков продуктов, а не отстранили тех, кто сегодня занимается питанием. Но как сейчас вот эта проблема решается? Вот в этот, ну, чтобы какие-то изменения внедрить, нужно время. Как вот в этот переходный период будут питаться школьники? Школьники питались и питаться будут. Тут максимально сделаем так, чтобы их меню было полноценным и правильным, и чтобы не повторилось этих ужасных ситуаций. То, что сегодня работают органы дознания, еще какие-то там распотребы и прочее, все это не влияет на процессы. Это, конечно, влияет на наши управленческие вещи, да, но это не влияет на технологию приготовления абсолютно. Ну, я помню, что совсем недавно, там, примерно месяц назад, были специалисты из какого-то федерального... Института питания, да. Института питания, которым все понравилось. Они с удовольствием там в школьной столовой какой-то ели. И получается, что вот одна ситуация, что все нравится проверяющим, а потом мы имеем вот такую ситуацию, что не то, что не нравится, а просто опасно. А собираетесь ли вы, например, какую-то обратную связь от тех же школьников собирать? Потому что, например, вы знаете, у нас есть рубрика «Проверка», Екатерина Кашульчик ее делает. И последняя рубрика была посвящена как раз вот этим школам и организации питания. И там около 20 было заявок из школ, которые не отравились, но ситуация близка к тому, где буквально родители и ученики пишут, что школьников кормят какими-то отходами. Первое, что мы будем делать, ну не первое в ранге, а то, что уже сегодня делается, то, что очень важно, это сделать ситуацию с питанием прозрачной. Родители должны понимать и знать, что его ребенок ест, в какой столовой, какое там оборудование. Для этого мы же сейчас готовим ресурсы, чтобы это было доступно, понятно, прозрачно. Начиная от сетевых ресурсов, заканчивая специализированными информационными системами, чтобы родитель в реальном времени понимал, что происходит в столовой, где его ребенок питается. Это первое. Второе. Мы, скорее всего, подойдем к единому школьному меню для всего города, когда для большинства школьников, ну если нет ограничений по здоровью или какие-то там рекомендации, везде будет понятно меню, которое как-то будет обсуждено с родителями, как-то будет согласовано с родителями, да, и чтобы родители тоже понимали, что сегодня там в поддельник, в вторник или в среду есть у ребенка. То есть задача на доступность, на открытость, на то, чтобы родители были максимально привлечены к контрольным функциям и могли в любой момент сообщить, что происходит. На сайт, на какой-то ресурс, на какой-то, чтобы быстро могли принять решение. Ну, ситуация с отравлением, да, несколько дней продолжалась, при этом как-то не реагировали на это, почему-то. Где-то прошло сбой, где-то, значит, не сработали вовремя те механизмы защитные. Вы знаете, как-то мы говорили в этой студии с одним из людей, кто занимается этой проблемой, ну на общественных началах в данном случае, и упоминали опыт универсиады, когда все очень жестко контролировалось, значит, это можно делать. Я сейчас слышу, что, ну не поставишь же там человека с ружьем к каждому овощному складу, а поставишь, а получается, что поставишь, значит, это можно делать. И была ситуация, говорят, там тоже с поставщиком, где тоже был, кстати, Ирсениоз, ну, там какие-то крыски были, видимо, в овощехранилище, и его быстренько убрали и там нашли новых. Значит, это можно контролировать и можно делать? Можно, можно. Сегодняшние технологии позволяют делать очень многое, я имею в виду там всякие штрих-коды, камеры и прочее все. Мы сегодня обсуждаем с соответствующими фирмами эту возможность. Более того, скажу, в некоторых школах это реализовано, в городе Красноярска, где и камеры стоят, и штрих-коды стоят, где продукты не поступят в столовую, если бирки не будет там и не будет соответствия документам. Все это можно сделать, просто для этого нужно время работать и маленькое... Ну, вот сейчас на время школьников не будут кормить сырыми овощами. Ну да, да. А сейчас весна, и это такой гиповитаминный период. Да. И очень как-то жаль, что они будут лишены вот таких продуктов нужных. Сегодня, как раз мы обсуждали с коллегами, там были в школе, в 27-й обсуждали меню, и эту же ситуацию по поводу замены, точнее, исключения из меню сырых овощей. Морская капуста. Йод, да? Ну да, йод и прочее, да, витамины. Другое дело, что ее не очень-то все любят. Да. А она в меню есть, и поэтому нужно обсуждать с родителями замены, нужно обсуждать, что бы могло быть еще кроме винегрета. Вот коллеги, когда приезжали из Москвы, с института этого питания, говорили, что минимум 16 блюд можно сделать из вареных овощей, именно салата. И еще один момент. Насколько будут задействованы продукты местного производства? Потому что, вы знаете, когда-то много лет назад была на конференции медиков по питанию именно, и услышала такую фразу, и, по-моему, даже несмотря на наши такие перемещения частые сейчас в современном мире, ну, хотя в связи с пандемией, наверное, нет, полезно все, что живет и растет в твоем регионе для организма, оно лучше усваивается. Вот что в этом направлении планируется сделать? Вот с коллегами, опять же, с того института Московского, о том, чем говорили, мы были в четверг прошедшие в Миндельхозе нашем, встречались с замминистра. Александр Николаевич напрямую сказал, что у нас достаточно возможностей по обеспечению школьников в качестве с местными овощами. Более того, есть реестр поставщиков, есть наша известная шишка, которая гарантирует качество. Мы к этому идем. Это все возможно и нужно. У нас нет сегодня в этом плане ограничений по качеству продуктов и по тому, чтобы они поступали в школу. Но нужно просто организационный момент эти ускорить ситуацию. А от школьников будете какую-то обратную связь получать? Потому что они же главные потребители услуги. Школьники и их родители, конечно. Я почему говорю, что мы сейчас запускаем сети наши, будем их делать с обратной связью, чтобы в оперативном режиме и школьники, и родители могли с нами связываться, чтобы мы могли оперативно, опять же, реагировать на какие-то там сложности, которые возникают. Вы сами тестировали школьное питание, пробовали? У меня трое детей, двое из них школьного возраста. Поэтому я тестирую это каждый день, когда они приходят. А, так вы вообще в курсе ситуации? Да, когда они приходят в садик или со школы, причем старшие и средние учатся в разных школах, поэтому я тестирую это каждый день. А что они, кстати, говорят? А по-разному. Вот я просто знаю, что некоторые говорят, что с переменой поставщиков или системы кому-то стало вкуснее, у кого-то, говорят, вообще дети в школе не перестали. Да, и такое есть такое, да. Возможно ли будет детям приносить свою еду в школу? А сейчас это тоже не запрещено. Но, например, если речь идет о горячем питании, то негде погреть. Почему? Школу организуют места. Вот сегодня мы были опять повторить в 27-й школе, у них есть уголок, там стоит микроволновка, ставят столики, пожалуйста, организовано. То есть ребенок, в принципе, может питаться своей едой, и это не запрещено? Хранить нельзя, с долгими сроками хранения, хранить нельзя, конечно, а вот принести свой, почему нет? Что бы вы хотели видеть в меню, как вы это видите? Ой, знаете, на цвет и вкус товарищей точно нет, поэтому сейчас мы начнем обсуждать, кто-то вспомнит про пост, кто-то вспомнит про диеты, или вообще про сыроедение. Поэтому вот это лучше не погружаться, отдать это специалистам, которые занимаются, ставление меню, которые точно обоснуют ту же морскую капусту, которую никому-то не нравится. Учебный год остался тут несколько месяцев до конца учебного года. Главная задача вот для вас сейчас, что сделать? Максимально быстро настроить процесс, связанный с контролем, чтобы не повторились ситуации, которые есть сегодня, да. Подготовиться к летней кампании, у нас еще впереди летняя кампания, которая не менее ответственная и очень важная. Ну и запустить процесс конкурсов на будущий год, чтобы отобрать специалистов, и процесс уже, наверное, на других лицах запустить. Спасибо большое. Очень надеюсь, это важное дело поручено вам. И надеюсь, что вы с ним справитесь. И думаю, что наши зрители тоже, имеющие детей, школьников, тоже ждут именно этого успеха. Спасибо. Напомню нашим зрителям, что в студии у нас был Алексей Хромцов, новый руководитель Центра питания, который занимается организацией питания в красноярских школах. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова